Сегодня они собрались не на спортивной арене, а в концертном зале русского камерного оркестра, чтобы послушать душевную музыку, получить заслуженные награды и просто выдохнуть. В течение всего года 12 команд, больше 600 человек готовились к спартакиаде. А в феврале вышли на старт, где показали свои лучшие результаты в стрельбе, теннисе, волейболе, плавании, боулинге и других дисциплинах. Первый раз масштабные соревнования прошли в далеком 1999 году и с тех пор ни разу не прерывались. Благодаря администрации Октябрьского района, которая чтит спортивную традицию. Я сегодня с уверенностью могу сказать, что именно в Октябрьском районе пока вот такой формат избран, больше нигде нет. Поэтому это очень интересно. И смотреть, как состязаются, потому что здесь и полиция, и налоговая, и таможня, и промышленные предприятия, и Сбербанк. Различные направления между собой состязуются. Они настолько интересны. В торжественной обстановке чествуют и вручают памятные дипломы и кубки всем 12 командам. На празднике присутствовали и руководители предприятий, которые на протяжении всей спартакиады болели за своих. Многие предприятия не первый раз участвуют в соревнованиях, а с каждым годом сотрудников, желающих присоединиться к спортивной жизни города, становится все больше и больше. Самое интересное, что людей не так особо сложно было бы искать. То, что на предприятии много кто занимается чем-то. Когда людей узнаешь, намного проще. Они на бороцами все соглашаются. Чемпионом спартакиады уже пятый год подряд становится алтайская таможня. Она одержала победу в семи дисциплинах. Скажите, как вы выиграли? Вышел, выиграл, все. Серебро и бронза ушли с сибирской генерирующей компании и барнаульскому станкостроительному заводу. Вообще коллектив, вот кто уже пришел в команду, они уже ходить не хотят. Им уже весь этот душ приятен. Они уже хотят, хотят и хотят. Как семья. Да, как семья. Вновь ваши аплодисменты чемпионам спартакиады. Кроме памятных кубков, лидеры спартакиады получили от фонда социального содействия депутата Госдумы Александра Прокопьева подарочные сертификаты спортивных магазинов. За все время существования спартакиады в ней приняли участие тысячи человек. С каждым годом масштаб соревнований растет. Правда, такой формат существует лишь в Октябрьском районе. Но совершенно точно сотрудники предприятий других районов города тоже не прочь присоединиться к спортивному городскому сообществу.